БГК Игровой день поединком за третье место. Кроном встречался с Гомелем. Команды выдали потрясающий по накалу матч. Однако 60 минут не хватило, чтобы выявить победителя. По регламенту пришлось прибегнуть к семиметровым. У Гомеля, если вспомнить вчерашний матч против СКА, с этим элементом игры дела обстоят неважно. Об этом знал и Дмитрий Потоцкий. Гомель и сегодня трижды не забросил. Бронза Мемориала отправляется в Гродно. Игры калибра БГК СКА это всегда принципиально. Неважно в каких составах команды выходят на площадку. Бой идет со старта и до самой сирены. Сегодняшний финал не исключение. Отсюда и 60-минутная рубка мяч-мяч. Поначалу голы давались с трудом обеим командам. Девятой минуте на табло значились лишь скромные 3-3. Во многом благодаря удачным действиям на последнем рубеже вратарей Виталия Черепенько и Ивана Мороза скорострельностью в начале игры команды не отличались. У БГК главной забивной силой до перерыва был Андрей Ященко да Валентин Куран. Вплоть до 24-й минуты ворота соперников поражали лишь они. На перерыв соперники отправились при минимальном преимуществе СКА 13-12. СКА 13-12. СКА 13-12. Второй тайм в голевом плане прошел немного живее. Где-то с минуты 45-й минчане недвусмысленно намекнули, что совсем не прочь отобрать таки культовые трофеи у Бреста. Гости сумели оторваться в счете на тревожные для Виктории плюс 4. 21-17. Но мешковцы с честью вышли из сложной ситуации. К 59-й минуте сравняв цифры на табло 25-25. Александр Коршакевич, руливший СКА на этом турнире, запрашивает тайм-аут. Атаку Минск проводит показательно, выводя на завершающий бросок Николая Алехина 25-26. Тут же минуту на совещание запрашивает Андрей Мочалов. 14 секунд на атаку БГК. С острого правого угла на бросок за 4 секунды до сирены решается Егор Будейко. Но на нем неожиданно фалит Сончик. 100% 7-метровый. Уже по истечении игрового времени к точке подходит Люба Вухич. Капитан Хладнокровен. 26-26. Переводя ход встречи в серию после матчевых 7-метровых. Лотерея получилась затяжной. Вплоть до 8-й серии ничего не было ясно. А потом Черепенька меняет в рамки Володя Корсак. И тащит бросок Кривенко. Наш решающий выстрел. К мячу отправляется сначала Люба Вухич. Но арбитры не разрешают ему в третий раз бросить, требуя смены пенальтиста. Делегируем к 7-метровой отметке Макса Мочалова. И тот не дрогнул. Эффектно ставит победную точку в матче. 27-26. Старались, играли всю игру. Выложились на 100%. Вот довели до 7-метровых. И главное, надо было реализовать все, что можно было. Бросок был решающим. Не знаю, насколько это было волнительно. Ты же понимал, что ответственность сейчас вся на тебе. Да, понимал. Люба подошел, сказал, что забьешь хорошо, не забьешь, ничего страшного. И все. И с такими мыслями пошел. Очень достойно играли наши ребята с дубля. Куран, Наумук, Будейка. Не растерялся в конце, вышел. Хорошо сыграл. Ну и на 7-метровых, я думаю, что была удача более на нашей стороне. Также хочу поблагодарить всю команду, которую я дала. И в этой игре очень много, чтобы победить на этом кубке, который очень важен для нашего клуба. Это очень волнительно, когда такая игра мяч-мяч и семеряки. Естественно, очень рад, что выиграли. Хорошо сыграли. Черепенька хорошо зацепился. Ну, знали, что СКА будет бороться, что будут биться. И они тоже молодцы. Сыграли хорошую игру. И нам, и ним не хватало. Даже нам не то, что не хватало. Тут можно сказать, что вторую команду заполнили. Яща и Череп. Ну, получилось в конце хорошо. Проигрывали второй тайм. Смогли с силой, ну, собрались с силой добраться до хорошего результата. И в конце выиграли. Наконец-то по пенальти выиграли. Наконец-то. Люба, как тебе игралось в юной компании? Не, я с молодыми игроками люблю играть. Потому что я сразу чувствую себя помладше. Ну, не, серьезно. Они все молодцы, очень сильно стараются. Это видно. Конечно, ошибаются. Тут и опыта не хватает, и вольнуются ребята. Практически они играют за первую команду тут. Так что, ну, видно, что тут все напряженные такие. Но все равно, в любом случае, они старались. И у меня только благодарные слова к ним. Благодаря ребятам, что они проявили характер, волю. Опытные ребята взяли на себя инициативу. В последний момент Лукича при травме игроков пришлось поставить на полусредний. И то, о чем я говорил вам о раздевалке, что необходимо, когда идет затык какой-то, что именно опытные ребята брали на себя инициативу. Брали, шли в обыгрыш, забивали голые. Вот что и произошло. Лукич взял на себя 3-4 момента, решил определенные моменты в нашу пользу. Переломили ход игры, когда проигрывали три мяча за минут 8, наверное, до конца. Когда Черепенько зацепился в воротах, убежали в контратаку, сравняли. И то, что молодцы ребята, то, что неоднократно нас выручало в играх за вторую команду, когда мы вырывали ничьи на последних секундах. То же самое и сейчас произошло, что уже каждый знал, что ему делать. Довели до Абудейки, который не сплуховал, заработал 7 метров. Ну и самое приятное то, что ребята проявили характер именно в 7-метровых бросках. Реализовали свои моменты и выиграли. Поздравляю их с победой, молодцы. Сегодня действительно подарили праздник и нам, и болельщикам. Самое главное, я думаю, Александру Анатольевичу Мешкову, который мы знаем, что для него этот праздник, эта победа очень важна. Поэтому старались не подвести. Вновь в Бресте ганбол увидим лишь 20 мая, когда в полуфинале чемпионата страны будем принимать Кронан. Пока же на повестке мая выезд в Гомель. С начала 11 мая сыграем на берегах Сожа с местной командой в чемпионате страны, а 13 и 14 проведем в Гомеле и игры финала 4-х Кубка Беларуси.